Жизнь в городище в последний год стала спокойнее. Присмирели семейные дебоширы и любители спиртного. Стали лучше отношения между заклятыми соседями. Стабилизировать обстановку помог участковый полицейский, поселившийся на территории села. Получив по губернаторской программе ключи от собственного дома, Александр Мальцев из города переехал в городище. Недавно в семье Мальцевых родился первенец. Руководство Староскольского МВД навестило молодых родителей. Маленький Тимоша мирно посапывает на руках у мамы. Мальчугану повезло. Не придется ютиться в тесной комнатенке общежития, мыкаться по съемным квартирам. 105 квадратов. Гостиная, три спальни. Вот какие хоромы у Мальцевых. Сами такой дом вряд ли потянули бы. Дорого. Помогла губернаторская программа, по которой участковым полицией, работающим в селах, выделяют жилье. Вот и Александру Мальцеву в августе 2020-го вручили ключи от коттеджа. Спустя год руководство Староскольского ОМВД решило проведать новоселов, как обосновались в городище, все ли нравится. Приехали не с пустыми руками. Члены общественного совета при ОМВД подарили Мальцевым сертификат на покупку бытовой техники. В сельских территориях всегда возникала проблема в связи с тем, что отсутствие жилья для участковых и полномоченных. Отсутствие жилья в сельской местности влияло также на некомплект по личному составу. Было определено два района, где у нас длительное время отсутствовали сельские участковые. В частности, в городическом сельском поселении был построен дом для участкового и полномоченного. Год спустя обратил внимание Нестеров. В городище жизнь стала спокойнее. В полицейских говорят в таких случаях оперативная обстановка стабилизировалась. Стабилизировалось и настроение у молодых супругов. Когда работа в двух шагах от дома, когда муж может забежать на обед, когда появилось время, чтобы помочь с малышом и по хозяйству, тревог стало меньше. Проживая в городе и работая на сельской территории, не всегда получается, родился бы ребенок, не всегда бы получилось помочь супруге приехать куда-то отвезти. У меня остается личное время. Бывают, конечно, люди и в 11 часов позвонят, конфликт какой-нибудь семейный. Приходится ехать, решать вопросы, если обращаются. Я же не могу их оставить. Сажусь на машину, еду. В городище 4000 жителей. Чаще всего Александру приходится иметь дело с семейными конфликтами, бытовым пьянством, не поделившими землю соседями. Но к таким реалиям был готов. Папа и дядя тоже носили погоны, так что это уже полицейская династия. Встретившись за праздничным по случаю приезда руководства столом, коллеги сравнивали, как служилось лет 20 назад и как сейчас. Посмотреть на гостей вышел босс, любимец Ани и Саши. По хозяйски оглядел круглыми глазищами комнату, все ли на месте, и ушел инспектировать владение во дворе. А двор большой, 15 соток. Ездить сушить пеленки, разбить грядки, устроить, как хочется Ане, зону отдыха. Девушка признается, они с Сашей мечтали о собственном доме. Она и сама из деревни. Жить на земле ей не в тягость. Планов очень много, честно. И в первую очередь это обустраивать детскую, прям уже есть наброски. А так все, уже практически имеется и огород, и участок обустраиваемся. А так, может, там качели на улице муж приобретет. Здесь проще, потому что я чувствую, что в любой момент он может подойти и помочь, особенно с ребенком. В городе я его практически не видела. Коттедж пока находится в соцнайме. Но если Мальцев младше 10 лет отработает участковым в городище, жилье перейдет в собственность семьи.